Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас покажу покупку в свой сазон. Я купила новую лампу, размером больше. По мощности, вот сейчас я их включила, сравниваю. Это старая, 26 см, это новая, 33 см. Просто увидела цену, 1100 с небольшим, девчонки, вот 33 см. Я очень удивилась, потому что раньше такого размера лампы они стоили 1000 по 3,5 см. Ну, здесь, наверное, мощность слабая, но у меня и старая, получается, была слабая. Я старую откручу, одно кольцо оставлю, и оставлю его в ванной для съемок. А вот эта уже будет лампа побольше. Я надеюсь, она как-то будет и качество видео получше, потому что все-таки разница ощутимая в диаметре. Вот штатив. Штатив, кстати, подобротней. За 1000 я вообще не ожидала такого. Такой хороший, добротный, крепенький штатив, как бы все нормально. Я ее на пункте выдачи проверила, потому что, ну, мало ли, да, все отлично. Сейчас буду собирать ее дальше. Ну что, пришел наш помощник, оказалось, гораздо быстрее, чем мы ждали. Муж сегодня забрал мне подарок на день рождения. Я заказала, он оплатил. Но до дня рождения терпеть нет сил, потому что надо очень хотелось его потестировать. Я про робот-пылесос. Девчонки, это сказка. Это просто сказка, вот честно. Давай коробку, котен. Сейчас покажу модель вам, который раздербанили, облюбовали. И Крестюшка в ней посидела, и Ксюшка в ней играется. Это Китфорд 5194 коричневый. Сейчас расскажу, почему именно он. Я перечитала кучу отзывов, просто тьму. Я посмотрела видео от специалистов, которые говорят, что должно быть в пылесосе, чтобы он был как бы, ну, удобен, функционален и так далее. Для меня важным моментом было, чтобы он был с трубощеткой, и я хотела моющий. Я хотела, чтобы он упылесосил и протирал за собой, скажем так. И какой еще момент? Легкость управления. Чтобы вот этот отсек для сбора грязи был достаточно большой. На какие моменты еще надо обращать внимание? Я в отзывах смотрела. Просто вот, допустим, Хаоми. Хаоми, по-моему, да. Там больше всего на зоне, на Валберсе отзывы именно на эти пылесосы. Но это Китай в полном исполнении. То есть там даже инструкции на китайском, работают они через приложение. И приложение, чтобы сконнектиться с ним, чтобы он заработал. Там такие танцы с бубнами. Я почитала, поняла, что мне нужен вариант попроще. Этот пункт. Чтобы он сразу находил базу, на нее возвращался. Вот этот пункт важен. Чтобы было запоминание, как это правильно называется, маршрута. И важно, чтобы он мог преодолять преграды. Потому что у нас есть в некоторых местах пока, да, до ремонта все плачевно. Есть некоторые места на полу, где есть провода. Есть у нас еще пороги, стыки. Есть небольшой коврик детской. И хочу сказать вам, он с легкостью их сегодня преодолевал. В общем, все вот эти пункты, да. Но потом я опять почитала отзывы. Поняла, что моющий это нехорошо. Если есть, допустим, Крестюшка печеньку уронит, он этой тряпочкой, которая на нем есть, он будет эту печеньку развозить по всему полу. И я поняла, что моющий нет. Почитала опять кучу отзывов, вдвое суток выбирала. И поняла, что нет, моющий нет. Точно нет. Турбощетка почему? У меня было очень много беспроводных пылесосов. И первый как раз таки был с турбощеткой. И вот он идеально убирал грязь. Хотя у меня нет ковров, но есть маленький прикроватный был тогда. Сейчас только вот в детской один маленький. Все. А если они у вас еще с ворсом ковры, то только с турбощеткой. Потому что они с режимом всасывания, дырочка, через которую всасывается грязь, да, они стоят подешевле. Хотя есть и с дырочкой дороже. Как бы там вообще непонятно. И турбощетка это на самом деле, да, обязательный пункт. Он так лучше и быстрее убирает грязь. Вот. В общем, я взяла немоющий с турбощеткой. Вроде как есть функция запоминания. И на пульте управления, девчонки, без приложения. Чтобы он не коннектался. Там писали про эти хайвэй. Ксиоми, господи, хайвэй. Да, вот он пульт, Ксюшка, давай. Вот такой вот пультик. Абсолютно простой. От двух мизинчиковых батареек. Есть режим передвижения вдоль стен. То есть он именно по плентусам будет ходить. Или вокруг мебели. Там вот прям в середину комнаты не заезжает. Там убирать. Есть режим планирования. То есть каждый день в определенное время он у вас будет съезжать с базой и погнал чистить квартиру. Допустим, мы гулять уходим. Все время приблизительно в такое время. Можно запрограммировать. Он будет тут гонять. Один? Да. А потом сам, когда разрядится, вернется на базу. В отзывах пишут, что он эта модель. Я на зоне в основном изучаю, потому что там больше всего отзывов в магазинах нет. Там мало. И какие-то они такие расплывчатые, как будто заказные. Преграды преодолевает прекрасно. Он у меня из плентуса в квартире тоже пока старый все. И он из-под этих плентусов всю пылюку вымел. Я вообще басорги в диком просто. Мы на кухне не убрали стулья. Мы пока решили его в зале протестировать. А он поехал на кухню и между стульями все равно все убрал. Вообще классно. Я довольна на все 100. Квартира чистая, не пылинки нет. Но собирал он много. Я вам покажу обязательно. Он сейчас стоит, заряжается. Сейчас сходим, покажу. Нам не терпелось его потестировать. Мы чуть зарядили. Он у нас погонял. Все убрал достаточно быстро. Работает он где-то 2-3 часа. Но по первости пишут 3 часа без подзарядки. О, как достаточно. Он видит преграды. Он тормозит перед преградами, выметает там все, отъезжает. Допустим, возле дивана, возле шкафа и так далее. Были отзывы еще. Видит у него ступеньки, у кого частный дом. Пишут, что видит. Да, он колесом наезжает на ступенечку и чувствует, тормозит. У него сенсорные какие-то дачки спереди. То есть он преграды видит. Мы специально с Ксюшей к нему подходили. Ой, Крестюшка уже за этот пульт взялась. В общем, сейчас покажу вам. Он на базе стоит. На кухне моему базу пока сделали. Кстати, и вот еще важный на самом деле момент, потому что потом расходники можно просто не найти или они стоят дорого. Фильтр был запасной в запасе. Щетка. Ну, Китфорд, как всегда, кладет магнитики. И вот такие вот две щеточки запасные. В общем, комплект запасной уже есть. Если, не дай бог, что-то сломается. Вообще, на самом деле, это круто. В любом случае, не подумайте, что это какая-то реклама. Технику, к сожалению, на обзор мне пока не шлют. Да, я просто делюсь с вами полезностями. Потому что я, на самом деле, девчонки, счастлива. У меня Крестюшка любую пылинку, любую мусоринку с пола просто жует на раз-два. И мыть по сто раз в день полы я просто уже не могу. Или салфетками потирать и так далее. Этот дружок проехался, все. Ну, пока имя не дали, но обязательно дадим. Вот он, он стоит. На нем есть одна кнопка. Он коричневый такого цвета. Он такой один, в других расцветках нет. Вот она база у нас, розетка такая какая-то странная на кухне. Вот, и мы к нему подсоединили его. Написано, что по метру с каждой стороны должно быть от базы. Но здесь, девчонки, сантиметров 20. Он все равно ее находит и заезжает очень легко. Вот он стоит, заряжается. И когда он начнет вот эта кнопка мигать зеленым, он зарядился. Написано, за 3 часа полностью заряжается. Но я вам сейчас сниму, его покажу. Я еще... Вот он пикнул. О, и зелененьким загорелся. Готов работать, милый. Я его готова гонять круглыми сутками, девчонки. Я так люблю чистоту. Смотрите, вот уже после работы турбощетка. Волосы на нее набрались уже. Видите? Вот периодически ее надо чистить будет. Смотрите, сколько. И вот вроде же было чисто. А сколько он грязи вымел. Я еще этот отсек не снимала, кстати. Не знаю, ой, как он снимается. Вот турбощетка. Колеса у него классные очень. Вот так ходят. И вот вот эти две штучки. Вот тут вот где-то сенсорные датчики. Муж мне показывал. Вот вот эти два. Вот переднее поворотное колесо. Вот сенсорные датчики. А это датчики для постановки на базу. Он сам находит, нашел, пикнул. Все, встал на зарядку. Ой, Крестюша, как интересно. У вас кот не отходил, девчонки, от пылесоса. Я думала, он испугается. И он тихий. Ой, ты что поехал-то, дружок? Мы тебя не включали. Он уже куда-то... Ты чего? Смотрите, сколько волос набралось. Вот так вот. Я думаю, со временем их потом будет поменьше. Когда он всю вот эту гадость везде пособирает. Это у нас нет ковров. Я говорю, в детской вот один маленький коврик и все. Щетка, кстати, легко достается и чистится. Поэтому периодически... Я сейчас попробую вот эту вот штуку открыть. Ее ни разу не открывала. Мы посмотрим, сколько он мусора набрал. О, вот. На кнопочку, смотрите, быстро открыла. Смотрите. Вы представляете? Это он минут 10 поездил. Капец вообще. И плюс. Здесь объем 4,5 литра вот этого вот контейнера для сбора мусора. Во всех других, которые я смотрела, 3. 4,5 нет ни у кого. Поэтому это тоже важно, особенно если большая квартира. Сейчас я запущу вам и покажу его. Ой, он куда-то поехал. Вот он, он погнал. Кристюшка, кстати, не испугалась. Ей нравится, она сидит, хлопает. Плакала разве? Нет, она вон его трогает, маленькая ручка. И она за ним будет бегать, как Макс. Вот видите, он не сильно шумный. Сейчас он, Кристюша, ножку пропылесосит. Маленькую. Да, сейчас он твою ножку пропылесосит. Вот погнал, милый. Ну и пусть гоняет. Я когда спать буду ложиться, тогда пусть на базу едет. Ой, какая красота, девчонки. Это вообще супер. Просто. Сейчас под стул он развернется. Все равно заедет и везде уберется. Я сейчас стулья все равно тоже уберу, чтобы он как следует и там все пропылесосил у меня. Мы первый раз тестировали, когда Кристюшка уже спала. Поэтому он шумит, он практически не шумит. Я из другой комнаты, его не слышу. Поэтому в этом плане тоже все прекрасно. Так что вот так, девчонки, если какие-то вопросы спрашиваете, обязательно расскажу, отвечу. Пока вот первый день его тестировал. И пока я безумно довольна, до меня доехал. Мы ему еще имени придумали. Я почитала отзывы, посмотрела, все с вами пылесосом, роботам дают имена. Обязательно придумаем и этому. Я говорю, Ксюша, давай Валли. Мне так мультик этот нравится. Она не говорит, давай жучок. Жук. Девчонки, обещала вам вставку сделать про бум-коробку. В общем, сейчас увидите. Это так классно взорвалась. Вообще, видишь, супер. Но правда, больше никого из членов семьи так не обманишь. Ну и второй раз не подаришь. Все уже будут знать, что это бум-коробка. Нет, ты папе отдавай, он сам открывает. Только надо резко открыть крышку. А тварец как? Отбивай. Класс. Теперь пылесос включай. А еще сейчас покажу, что я купила мужа на 23 февраля. На самом деле нужный и очень классный подарок. Как мужу? Не только мужу, но и себе. Девчонки и мальчишки. Это устройство для заточки лезвий многоразовых бритвенных станков. Это вещь, мне кажется, уникальная. Потому что, сейчас объясню почему и зачем нам этот подарок. Я уже во много раз говорила, что у меня у мужа от бритья сильное раздражение. У него подходят определенные средства. И мы очень часто меняем кассеты. Вот просто очень часто. Потому что иначе у него раздражение. И его кожа может выглядеть вот так. Вот прикреплю вам картиночку. Он жутко режется. У него высыпание. У него порезы постоянные. И так далее. В общем, нам с этим всегда тяжело. И кассеты мы меняем очень часто. И кто у кого мужа бреется. И вы прекрасно знаете, сколько стоят у нас кассеты нормальные. На нормальную бритву нормальные кассеты. Там с пятью, семью лезвиями и так далее. Они стоят бешеных денег. Я, если честно, уже задолбалась ему эти кассеты покупать. И решила вот такой вот прибор приобрести. Сейчас мы будем с вами смотреть. Это Разор Бустер. Название его, да? Так, достаем. Это заточка. Вот такая. И дезинфицирующий гель. Здесь в комплекте идет в наборе. У них есть такой синенький набор. И есть наборчик черный. На сайте. Можно переключать батареечки. Они пока установлены по умолчанию для правшей. И левши тоже могут точить. Можно левой рукой, можно правой. Поэтому в этом плане все отлично. Здесь вот такой вот ролик. Он у нас с вами как будто как силиконовый, что ли. И вот эта заточка, она не только затачивает лезвие. Она их еще правит. Я уже тут целый комплект приготовила и свою принесла. Будем с вами сейчас все тестировать. Она их чистит. Она правит лезвие и дезинфицирует. Это вообще на самом деле очень круто. И всего 3 секунды в среднем. От 2 до 5 секунд. Вот такая инструкция у нас с вами есть. Которой мы должны следовать. Тут написано, как переустановить батарейки. Для правшей, для левшей. Вот для правшей, да? Вот для левшей. Так, она большая. На нескольких языках у нас с вами. В том числе и на китайском даже. Так смотрим, если на русском. Да, вот на русском языке. Смотрите, для правшей, для левшей, как они меняются. Так вот так сейчас завернем. И нам нужно с вами по инструкции нанести гель на станок. Смотрите, чтобы именно он попал на лезвие. И потом на 3, на 2-5 секунд поднести к вращающемуся валику. У нас с вами вот эта заточка, она заряжается от USB стандартно. Вот видите, left, right. Да, сейчас в режиме right. От USB Type-C, да? То есть у всех сейчас есть такая зарядка. Это корейский прибор, что тоже очень радует на самом деле. Я доверяю. Не Китай, ничего, а именно Корея, да? Лезвие промываем после того, как с вами почистили его и заточили под проточной водой. В этом плане все понятно, все хорошо, все замечательно. Один станок у нас можно с вами затачивать таким прибором до 20 раз, одну кассету, да? То есть это вообще круто. Это очень продлевает срок службы этих станков, поэтому я безумно счастлива. И вот как не мой их, как не чисть, я свой станок чищу, кстати, зубной щеткой. Прямо чтобы подлезть везде. Все равно там есть загрязнение, все равно там остаются частички орговевшей кожи, все равно там есть волоски. И как-то его не чисть, он забивается. Вот я не могу, например, почистить так, чтобы он был совсем чистый, да, свой станок. Поэтому сейчас посмотрим, как с этим справится вот этот прибор, да? Мы попробуем с вами и сухую заточку, а еще можно точить в воде. Мы с вами погружаем вот до сих пор станочек в воду и чистим в воде, и увидим, как отсюда будет вылетать бесконечное количество грязи. Вот эта дезинфекция, очистка, это на самом деле тоже важно для чистого бритья, да, чтобы не было никаких раздражений и так далее. Так, ну что, давайте с вами тестировать. Давайте попробуем сначала сухую заточку. Я возьму один Женин станок, да, у него их два, вот такой. Вот эти, мне кажется, он уже не бреется, потому что он тупой. Вот здесь есть, кстати, грязь, да, это МАК-3. И давайте попробуем его с вами затащить именно сухим способом. Наносим дезинфицирующий гель, вот этот я его уже открыла. Вот так он выглядит. Наносим. Так. На лезвие. Вот таким вот слоем, да? Нанесли именно на лезвие. Так, теперь мы должны с вами включить прибор. Ой. На кнопочку держим. Так, смотрите. Делаю вместе с вами. Так, как бы поудобнее, чтобы вам хорошо было видно. Так, подносим. Поднесли. И включаем буквально на 3 секундочки. Так. Нажимаем. Смотрю, мусор вылетает. Сейчас еще пару секундочек. Вот справа, получается, осталось. Так. Ага. Еще чуть-чуть. Главное правильно приложить. И вот так можно немножечко погонять. Нифига тут мусора вылетело. Хотя на вид, вот Женин станок по сравнению с моим казался чистым. Вот тут он мусор. И смотрите, на столе. Обалдеть. Все, достаточно, потому что 5 секунд максимум. Сейчас я его промою под проточной водой. Промыла. И сам аппарат промыла. Главное не мочить вот эту часть, вот где у нас с вами аккумулятор. Так, ну что хочу сказать. Практически чистый. С этой стороны еще не очистились. Но я приловчусь и сейчас попробую модный. Модный. Способ водный. Очень острый станок. Вот я пальчиком еле дотрагиваюсь и чувствую, что могу порезаться. Великолепно. Так, а свою приду я хочу попробовать в водичке. Девчонки, я уже налила вот такую нам с вами мисочку. И что мы делаем? Мы с вами опять наносим на кассету. Мой вообще забит. Мой забит капитально. Мы с вами наносим на лезвие гель. Так. Так. Как бы нам с вами поудобнее сделать. Но мне придется держать его все равно левой рукой. Так. Хватает мне воды? Нет, надо еще немножко добавить, чтобы полностью вот этот валик погрузился в воду. Отбавила. Опускаем в воду. Так. Конечно, в такой миске мне не очень удобно, но я буду пробовать. Мой волос вылетает. Волосы вылетают. Прям грязь вся вылетает. Вообще. Так. Еще разочек. Все, достаточно. Девчонки, даже руки не хочется туда окунать. Потому что сколько всего скопилось в бритве, это капец. Сейчас я ее под проточной водой тоже помою. Посмотрим результат. Тут такое количество волос плавает. Я не знаю, передает вам камера или нет. Я сейчас попытаюсь поближе передать. И вот он сам станок. Уже совсем другое дело. Просто совсем другое. Он тоже безумно острый. Просто безумно острый. Вообще. Смотрите. Практически идеально чистый. Вот вы чистите свои станки. Потому что, представляете, сколько там всего действительно скапливается. Он очень острый. Сейчас покажу вам, что творится тут в воде. Вот так видно. Видите, сколько волос? Капец из моего станка вымылось. Бей-бей-бей. Вот такими станками мы моемся. Да, вон они уже там на дне осели. Вот такая вот грязь у меня в тарелочке. Но прибор очень крутой просто. Я пилинг сегодня делала. У меня подкожники опять все вылазят. На это не обращайте внимания. Чищу кожу. Мне понравилось безумно. Слушайте, если он настолько будет экономить покупку кассет, вообще ему цены нету. Потому что кассеты стоят бешеных денег. Сейчас вообще все дорожает. На 24 февраля, мне кажется, очень актуальный подарок. Я, кстати, тоже военно-обязанная, поэтому подарок у нас, соответственно, будет общий с ним. Но самая фишка не в этом. Продавец нам с вами любезно предоставил промокод на скидку 28%. Девчонки, 28. Это вообще очень круто. Считай 30% от цены. Выйдет вообще нормально. Ссылку вам оставляю. По ссылочке пройдете, посмотрите, все почитаете. И промокод действует до 26 числа. До 26. Я его пропишу здесь у вас, чтобы вы видели. Обязательно в инфобоксе. И постараюсь оставить, если не забуду, в закрепленном сообщении. Успевайте до 26 февраля воспользоваться промокодом. Даже скидка получается очень хорошая. Не только на 23 февраля, да, но и на 8 марта можно такой подарок замутить для своих любимых. Потому что мы с вами тоже бреемся, да. И совсем не хочется, чтобы этот процесс был дискомфортным. И после было какое-то раздражение. Поэтому я, девчонки, довольна прям на все 100%. Сейчас еще третью бритву заточу. И буду в следующих логах обязательно вам дополнять отзыв. Спрошу он уже, как ему после такой вот заточки побреется. И спрошу, как ему комфортно, некомфортно. Я думаю, это уже другое дело. Во-первых, мы продезинфицировали. Во-вторых, мы заточили и поправили лезвие. Вообще здорово. Хочу сделать. Хочу попробовать наклейки для ногти фаберлик. Разбавить немножко свой маникюр. Они у нас как с вами делаются. Мы вырезаем нужную наклеечку и опускаем на 5 секунд в воду. Потом прикладываем к ногтю. Так. Буду пользоваться потом вот таким вот топовым покрытием. Заодно его и протестируем. Артикул 78-28, а наклейки 79-67. Они такие шершавенькие. Так. Какая мне наклеечка подойдет? Ну, мы сейчас несколько попробуем с вами. Я вообще тюльпаны люблю. Вот этот тюльпанчик. Хочу тюльпанчик. Вырезаем с вами наклеечку. Сейчас сразу несколько. Вот такую прилепим. И татуировки хочу попробовать. А почему нет-то? Так. Ксюша, кстати, пробовала. Говорит, они потом снимаются. Пленочка. Она на следующий день где-то сняла. И она говорит, ну, она мне показала. Говорит, смотри, мама, они снимаются пленочкой. То есть она после этого ходила в душ. И на месте осталась татуировка. Смотрите, вот эти три цветочка, они интересны вместе. На большой многоточек так сделать. Так, четыре штучки хочу. Какие мы с вами взяли. Так, какую-нибудь сиреневенькую еще. Давайте вот такой цветочек. Это близко расположены. В некоторых местах прям не очень удобно. Так, опускаем их пока все в воду. На пять секунд у нас с вами написано. Они у нас тонут. Так. Снимается? Да, снимается. Давайте вот сюда. Прямо перекладываю руками, как бы все удобно. Расправляем. Вот тут загнулся. Но руками все расправляется. Перекладываем. Краюшку хочу поближе. А, она уже схватилась. Не схватывайся. Так. Нет, сильно близко. Чуть-чуть подальше. Во, вот так. Пусть вот так, наверное, будет. Да, девчонки? Сейчас фокус-фокус. Смотрите. Так, следующая наклеечка. Ой, уже снялся. Давайте розовенькую с вами расправляйся. Так, вот да, наклеим. Дайте вот сюда. Мне прям большой такой кусок получился. Надо вырезать поменьше. Так. Хорошо вам видно? Тюльпанчик. Он прям здоровый, смотрите, на длинные ногти. Он прям здоровый за весь ноготь вот этот тюльпанчик. Так. Дальше поехали. У нас с вами наклейка осталась в стакане. Цветочки. Так, цветочки. Куда мы с вами приложим? Надо аккуратно вообще снимать, чтобы потом не мучиться с вот этими вот расправлениями. Да. Эх. Расправляйтесь. Цветы. Расправила. Цветочки очень нежненько смотрятся. Прям вот классно. Вот эти. Вот эти здоровые как-то грубовато. А эти прям нежненько, красиво. Хорошо вам видно? Или фокус опять тупит? Фокус. Фокус, фокус, фокус. О. Эти цветочки очень красиво смотрятся. Так, последняя. Не мнись. Она уже тут плавает. Она уже тут плавает. И все. Она большой, наверное, ноготочек. Сейчас тоже. Или вот сюда. Наклеим этот цветок большой. Вообще хорошие наклейки фуберлик. Мне нравится вот сколько я брала. Делаю гель-лак. А потом вот надоедает, когда хоп, наклеечку приклеила. Или блестками какими-нибудь еще покрыла. И красота. Блин, опять замялся. Сейчас капитально вырезала другой. Сейчас прямо его вот так намочу. Не снимается пока. Он прям слипся между собой. Так вот. Ага. Не сминайся, дорогой. Не вздумай. На зеленом лаке смотрится вот этот. Не как сиреневый, а как синенький. Ой, красиво. Прям вот этот. Так. И вот эти цветы уехали. Надо быстрее лаком перекрывать. Мне вот эта рука прям очень нравится. Сюда немножечко. Прям очень. Смотрите, как красиво. Да? Смотрится нежненько. По-весеннему. Вообще здорово. Так, сейчас перекрою лаком прозрачно. Это тоже красиво, в принципе, смотрится. Берем с вами лак. Я его еще не пробовала, естественно, потому что делаю гель-ногти. И перекрою потом просто жидкостью для снятия лака. У меня стоит на всякий случай. Я сотру вместе с наклеечкой. Так. Тут с краю какой-то кусочек прилипает наклейки. Угу. Пахнет ацетоном. Этот лак, если что. Прям живой ацетон. Прям живой. И очень ядовитый. Сейчас посмотрим, как быстро сохнет. У меня сейчас Крестюшка будет уже просыпаться. А я тут засела. Маникюр делать. Так. Угу. Вот так. Я еще заказала один лачок Фоберлик. Я увидела его в обзоре. У логера. И он очень красивый. И мне захотелось его потестировать из новинок. Из новинок лачок. Потом покажу, какой заказ придет. Потестируем с вами. Так. Перекрываемся. Так вроде топ блестит хорошо. То есть такой глянец прям свеженький. Все нормально в этом плане. Надеюсь, иссохнет быстро. Так. Все перекрыли. Я вам сейчас при естественном освещении покажу еще, как смотрятся наклейки. А так мне вообще очень нравится. Потом себе сделаю обязательно светленький маникюрчик какой-нибудь. Может быть прям совсем светлый. И Доклеиваю оставшиеся наклейки. Вот как на солнышке они смотрятся. Очень миленько, красиво. Песнокожий я. Пока дошла с кухни до балкона, он уже высох. Поэтому, кто пользуется обычными лаками, девчонки, могу смело рекомендовать прям топ хороший. Все, я трогаю. Он уже сухой. Прям моментально практически сохнет. Вообще здорово. Вот играться. Теперь татуху сделаю. Веснушки, артикул 6708. Я вот такую выбрала. Мне нравится какой-то. Это еще тоже на ноготочке, смотрите. Вот такую сейчас сделаю ее на шею. С вами должны ее приложить и намочить. Но я ее сначала немножко помочила, потому что неудобно. Когда в руке телефон, на самом деле, я ее помочила. Приложила. И сейчас еще чем-нибудь мокреньким губочкой какой-нибудь прижму. Тряпкой кухни. Так. Такое ощущение, что у меня веснушки вот эти. Все, я вообще красотка. С учетом того, что у меня гулять, скоро идти. Так. Ага. Ой. Ой, какая красота, девочки. Вот так она смотрится. Прикольно. Надо было куда-нибудь выть сюда, чтобы вам лучше было видно. Да? Я ее сюда прибабахла. Видите, эту пленочку видно. И пленочка, это она плотная. То есть это как наклейка прям. Она ощущается на коже. Она прям плотная. И снимается, потом вот эта пленочка просто отклеивается и все. Еще посмотрим, как продержится. Я вам потом в обзоре каталога расскажу. А так красиво. О, татуха. Класс. Ну все, мои хорошие, буду на этом влог заканчивать. Если видео вам было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Промокод в инфобоксе прописан. И ссылка на заточку тоже. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok